Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Зима не за горами. До начала отопительного сезона краю нужно погасить долг в 700 миллионов рублей. Насколько это реально? Беспечная халатность или сбой в системе? Следственный комитет края начал проверку по факту смерти барнаульца, которому медики отказали в помощи. Все будет смачно. Участники гастрономического фестиваля на Алтае съели почти тонну вареников. Сегодня в Барнауле случилось жесткое ДТП. Машина врезалась в столб и превратилась в груду металла. К слову, последние двое суток в крае выдались насыщенными на дорожные аварии. В них погибли как минимум 4 человека. Вечером в субботу на трассе в Топчихинском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В краевом ГИБДД факт ДТП подтвердили, но подробности пока не сообщают. Инспекторы отметили, идет проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Но, как пишут очевидцы в соцсетях, жертвами аварии сразу стали 3 человека. Двое мужчин погибли на месте, а девушка по дороге в больницу. Еще одна женщина находится в реанимации. В этот же день на Чуйском тракте водитель Лады в 20 километрах от Бийска не справился с управлением и слетел с трассы в Кювет. По словам очевидцев, мужчина погиб. И, наконец, сегодня ночью в Барнауле на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина автомобиль БМВ врезался в столб. На фото видно, что от удара машина превратилась в груду металлолома. К счастью, сообщают свидетели, в ДТП никто не погиб. Ищите пути объезда. В Барнауле начался ремонт Малаховского кольца на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова. Событие для многих автомобилистов долгожданное. Правда, достаточно долго отныне придется стоять и в пробках. Сегодня утром многих водителей и пассажиров общественного транспорта ждал неприятный сюрприз. Колонна машин со скоростью 5 километров. Час тянулась от Павловского тракта. Движение по Малаховскому кольцу в сторону улицы Юрина ограничено. Рабочие уже начали демонтировать старые рельсы и шпалы. Их заменят на новые. А вот менять маршрут движения электротранспорта не планируют. Автомобилистам же придется потерпеть. Работы на этом Малаховском кольце должны завершиться до 4 августа. К другим темам. Подготовить порядка 2000 котельных, погасить около 700 миллионов рублей долгов за уголь. В таком состоянии находится малая энергетика края в преддверии нового отопительного сезона. Как исправить ситуацию обсуждали сегодня в правительстве региона. Далее слово Ирине Корчагиной. Вот так весь месяц я уже подкидываю дрова, таскаю уголь. Это жительница села Кусак немецкого района, в котором это зимой несколько недель подряд пытались наладить отопительный сезон. Котельная постоянно выходила из строя. Замерзшие жители из себя. Прошлой осенью Ирубцовск оказался не готов к зиме. Из 755 многоквартирных домов только 100 подошли к делу всерьезно и получили паспорта готовности. Всего же их в регионе в 2017 году выдали лишь 82% управляющих организаций. Остальные продолжают работать с нарушениями. Сегодня эту тему подняли на заседании в правительстве края. Там же озвучили планы на новый сезон. В части подготовки оборудования, ну примерно процент средний, наверное, около 35%, если смотреть подготовки котельных, теплосетей и так далее. В части поставок угля. Для прохождения осенне-зимнего периода необходимо в крае для малой энергетики порядка 680 тысяч тонн угля. В том числе 250 тысяч тонн уголя для социальной сферы. Недостаток твердого топлива, качество угля, халатность. На заседании говорят, виноваты все. И собственники, накапливающие долги, и управляющие компании, и ресурсоснабжающие организации. В прошлом отопительном сезоне самыми проблемными городами стали Славгород, Каминоби, Горняк. В Каменском районе вообще пришлось ввести режим ЧС из-за нехватки угля. За этими районами сегодня особый контроль. В целом подготовка осуществляется в соответствии со всеми планами и графиками, и будет завершена до 15 сентября. В прошлом году власти называли эту же дату, но не сдержали слова. Жители многих сел и городов в домах и квартирах ходили в теплых куртках и валенках. В этом году, обещает руководство региона, край будет отапливать так, чтобы не оставить батареи холодными. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости. Начавшиеся на Алтае дожди спасут сельхозпосевы, надеются аграрии степных районов края. Еще недавно они били тревогу по поводу последствий засухи. Но уже сегодня можно сказать, что погода скорректировала прогноз сельхозпроизводителей в лучшую сторону. Как пояснил исполнительный директор Союза крестьянско-фермерских хозяйств края Александр Вайс, засуха, что простояла на Алтае три недели подряд, затронула Олейский, Шипуновский, Топчихинский, Новичихинский и ряд других районов региона. Правда, урон мог быть скорее не глобального, а очагового характера. Начавшиеся в крае обильные дожди в буквальном смысле спасли ситуацию. Они увлажнили сильно обезвоженную почву. Отметим, в то же время некоторые хозяйства пострадали от осадков, точнее сильного града, побившего поля. В Рубцовской зоне многие пострадали. Это и Рубцовск, это и Егоревский район, часть Курьинского. Здесь в Косихинском районе, в Лоутроицком районе пострадали. По словам Александра Вайса, последствия града не должны серьезно отразиться на урожайности. При этом отдельным хозяйствам все же возместят убытки. Следственный комитет края начал проверку по факту смерти Барнаульца, которому на Бирюзовой Катуни медики отказали в госпитализации. Молодой человек дважды пытался получить помощь, но сначала ему установили неверный диагноз, а потом отказали в повторном вызове. Продолжит тему Юлия Демидова. Семья Крупских даже в страшном сне не смогла бы представить, что очередной отпуск на берегу Катуни окажется для любимого сына и мужа последним. Денису стало плохо поздно вечером, заболел живот. Скорую он вызвал сам. Но причин для госпитализации врач не нашла, решив, что это почки, и прописала лишь обезболивающий укол. Я говорю, что и все, что ли, госпитализации не будет? Она говорит, а зачем? Сейчас укол поставили, спазмы снимем, боль уйдет. Но я говорю, может, вы все-таки заберете? Я говорю, дело к ночи. Я говорю, а если он, говорю, будет сильные боли? Я говорю, что буду делать? У меня даже, говорю, лекарства нет, которые я могла бы обезболить. Я говорю, дайте тогда что-нибудь. Она говорит, ничего у нас нету. Сейчас подействуют уколы, говорит, и все пройдет. Денис лежит на каталке, говорит, может, все-таки заберете? Она говорит, нет, вставай, говорит. Лекарство так и не подействовало. В попытке вернуть уехавших врачей и настоять на госпитализации Денис снова звонил на станцию. Но ему отказали, пояснив, что помощь уже оказана. Промучившись ночь, он принял решение ехать в Барнаул. И по пути скончался на руках у своих матери и супруги. Я дальше не представляю своей жизнью без него. Мне очень тяжело. Как я уже сказала, мы 16 лет вместе. Разлили вода, мы засыпали и просыпались вместе. Мне очень тяжело без него. Мы не думали, что это все у нас. И он-то, скорее всего. Не думали, что это настолько все серьезно. И мы не ожидали, что это не просто боль в животе. Проведенное вскрытие установила причина смерти прободная язва. Она повредила целостность желудка и счет пошел на часы. В случае своевременного оказания оперативной помощи, человека можно было бы спасти. Почему скорая не госпитализировала человека первый раз? Не в курсе, не знаю. Вопрос этот тут обсуждался бы на следующий день. Все было и начмеды, и главный врач. Это надо с ними разговаривать. Я не вникала. Этот вызов обслуживали Айские. Мы туда ездим, наши скорые ездят там, ну, чередуются. Там штат небольшой. И на данный вызов ездили, которые там непосредственно работали. Мы пытались связаться с главным врачом станции, но в ответ слышали только длинные гудки. Заметим, что три года назад в Алтайском районе подобное уже случалось. Бригада медиков не приехала к умирающему рубцовчанину. Причина – передел зоны обслуживания. Республиканская станция отказалась ехать на территорию края. После того прецедента Алтайский Минздрав прописал ответственных за приграничную местность. Это станция Алтайского района, Алтайского края. Но почему медицинскую помощь по-прежнему оказывают несвоевременно или вовсе отказывают в ней, этот вопрос мы адресовали чиновникам Минздрава края. Тем временем Следственный комитет региона уже подключился к разбирательству данного происшествия. Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям медицинских работников на предмет ненадлежащего оказания медицинской помощи погибшему. По результатам проведения доследственной проверки будет принято соответствующее профессиональное решение. Дениса Крупского уже похоронили. Его супруга и мать до сих пор не могут поверить, что все мечты и планы на жизнь рухнули. И вряд ли теперь их доверие скорой помощи восстановится. Юлия Демидова, Павел Лауронин. Наши новости. Сегодня на Алтае открылась краевая профильная смена «Юный десантник». Она направлена на подготовку младшего командного состава к работе в военно-патриотических и военно-спортивных клубах региона. Как отмечают организаторы, с каждым годом в профильную смену стремится попасть все больше юношей и девушек. В этом году среди ее участников студенческая молодежь, воспитанники военно-патриотических клубов края. Всего порядка 60 человек. В ходе смены ребята пройдут теоретический курс юного бойца, изучат устройство танкового двигателя, освоят стрельбу из малокалиберной винтовки и даже прыгнут с парашютом. По окончанию лагеря курсанты выполнят квалификационные требования на спортивный разряд по парашютному спорту. Закрытие смены «Юный десантник» пройдет в пятницу, 27 июля. Рекорд побит. Почти тонну вареников съели гости фестиваля «Все буде смачно», который прошел в Романовском районе в минувшие выходные. Участники целый день лепили, ели, пели и восхваляли украинский кулинарный шедевр. Как пировали на Алтае жители разных регионов страны. И все ли им понравилось в репортаже Валентины Аскеровой. Вот так смачно и чудно уплетал вареники гоголевский запорожец Подсюк. Действие вечеров разворачивается еще в 17 веке. Уже тогда вареник считался национальным украинским блюдом. Миновало уже три столетия, а потомки украинцев все так же свято чтут гастрономические традиции предков. Уже четвертый год подряд славу варенику поют и на благодатной алтайской земле в Романовском районе, где 130 лет назад обосновались выходцы с Украины. Варенички мои, варенички мои. Фишка, слушайте, то, что мы соблюдаем вот эти традиции, дух от тех времен, который передался у нас от предков. Вроде бы как уже и должно бы не позволяло мне тут придуриваться. Но широка душа, понимаете, действительно, свобода какая-то. Чувствуется, что жизнь продолжается, жизнь кипит. В вареничную страну съехали жители пяти регионов России и соседнего Казахстана. Начался праздник с торжественного открытия волшебного арт-объекта. Такой вот красавец вареник установили в алтайском селе Романово. Высота его больше двух метров. Когда будете здесь, обязательно приходите и потрите бочок угощения, и загадайте желание. Оно обязательно сбудется, а в семье будет царить мир и процветание. Готовясь к фестивалю, алтайские хозяюшки не спали больше суток. Лепили вареники со всевозможными начинками. Их больше полусотни, но всем не угодили. С лопухами предлагаем. В следующий раз с лопухами, чтобы были вареники. В этом году фестиваль встретил пять тысяч гостей. Это правда на две тысячи меньше, чем в прошлом. В Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который тоже посетил праздник живота, поставил задачу максимум на будущий год. Задача добиться, чтобы количество отдыхающих было больше, чем количество вареников. Вот это правильно. Но чтобы Романовский район стал центром притяжения туристов, нужно создавать необходимые условия. Пока больше всего подводит инфраструктура. Задача стоит еще более сложная. Создать условия соответствующие. Кое-где надо подремонтировать дороги, линии электропередачи. А дальше уже надо вкладывать деньги. И перспектива в этом направлении огромна. А вот по числу съеденных вареников фестиваль этого года установил рекорд. Гости умяли 950 килограммов. В два раза больше, чем в прошлом. Вес самого большого вареника больше 5 килограммов. Палентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости. Спасибо большое, что приняли участие в нашем розыгрыше. Вот принимайте обещанный приз. Для участия достаточно было зайти на нашу страничку в группе ВКонтакте и сделать репорт информации о розыгрыше. Победителями стали Валентин Иванов, Яна Жилина и Юлия Сорокалетова. Но, к сожалению, Юлия за билетом пока не пришла. Мы ждем ее в нашей редакции. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 24 июля в крае Пасмурно почти на всей территории ожидаются дожди. Местами сильные. При этом будет юго-западный порывистый ветер. В Белокурихе и Зминогорске днем всего около 16 градусов выше нуля. Плюс 18 ожидается в Бийске и Камне-Набии. Теплее всего около 20 градусов выше нуля прогнозируют в Алейске. В Барнауле ночью ожидается дождь и около 14 тепла. Днем облачно, но без осадков. И до плюс 20 градусов. И на этом у меня все новости. Телефон редакции в Барнауле 722-440. Плодотворной вам рабочей недели. И до встречи. Михаил Коробов воевал на Западном и Третьем Белорусском фронтах. Отличился при выходе советских войск на границу Восточной Пруссии. В 1944 году учебная рота 59-й стрелковой дивизии была брошена в бой. Одну из групп возглавил Коробов. Смело ворвавшись в темноте в расположение врага, его отряд стремительно продвигался вперед и с боем вышел на государственную границу СССР. Старший сержант первым сходу форсировал пограничную реку Шешупы и установил на западном берегу красный флаг. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Александр Булгаков воевал на Западном, Калининском, Центральном, Южном, Первом, Украинском и Белорусском фронтах. Участник битвы под Москвой, Весло-Одерской и Берлинской операции, сражался на Орлово-Курской дуге. В 1944 году батальон капитана форсировал реку Западный Бук и принял участие во взятии опорных пунктов врага в нескольких польских городах. После батальон перерезал железную шоссейную дороги Брест-Варшава, вызвал у врага панику и вынудил его отступить. За образцовое выполнение заданий Александру Булгакову было присвоено звание Героя Советского Союза.